Здравствуйте! Сегодня 30 апреля. Я наконец-то подготовил грядку для посадки томатов. В том году я решил провести эксперимент и осенью посадил разные сорта сортовой клубники по центру грядки. Клубника вся принялась. Посмотрим, что получится. Буду сажать по краям помидоры. Рассада получилась хорошая. Это рассада, которую я планировал посадить в теплице. Сейчас вот здесь есть место под дуги. Она будет посажена под дугами. В том году она подмерзла сильно, но в этом году, я надеюсь, все будет с ней хорошо. В лунки я ничего не добавлял, так как каждый год я туда добавляю различные весенние удобрения. И много очень было травы. Она вся перепрела. Вот посмотрите, как там самовольно с прошлого года выросла малина. А в прошлом году я тут сажал еще помидоры, а малина выросла просто сама по себе. То есть почва здесь очень плодородная, червяков достаточно много. Буду поливать с минеральными удобрениями. Поливы буду делать с удобрениями. Также я поставил замачиваться вот этот бочонок с сорняками. Настой будет травяной. Буду пока что им поливать. Добавлю туда различных удобрений с бактериями, которые предотвращают заболевания грибковые различные. Посмотрим, как получится. Ну а здесь я буду просто их сажать. Сейчас я буду сажать. Все просто. Переворачиваем. Переворачиваем обратно. Вот в эту сторону я положу. Буду лежа сажать. И вот это тоже вложу. К центру вложу. Немножко будет больше корневая система у них. Так как сажаю в открытый грунт, лучше перестраховаться. Все закапаю. Надо будет только полить. И в принципе все. Все. Вот прорыхлил клубнику. Все вроде посадил. Полил. И уже помидоры, видите, уже скоро закат. Как раз пора накрывать. И вот видите, уже начали подниматься кверху. Я их ложил. Они уже поднимаются. Ну, этот еще тормозит. А вот если посмотреть, вот эти уже, видите, уже поднимаются. Поднимаются вверх. Уже он, видите, загибается ствол. Уже поднимаются они очень быстро. Я не думал, что настолько быстро. Всего пара часов. И вот те, видите, уже изгибаются. Изгибаются вверх. Вот этот очень сильно уже изогнулся. Очень интересно, конечно, получается. Клубнику я тоже полил, потому что она будет... Положил вот такой вот датчик температуры, чтобы следить за температурой. Ну, будем примерно считать, что температура вот тут будет примерно равна. Но тут клубники пока не хватило. Посмотрим, какие сорта. Может, осенью еще досажу. Из тех, которые понравятся. Может, усы дадут, и я досажу. А вон там у меня малина выросла сама с прошлого года. А там, поскольку помидоры были не очень, я решил оставить малину. А вот здесь по умолчанию будем считать температуру такую же, как там была. Здесь в основном все сажали стоя. А не лежа. Сажали позже. Чуть-чуть. А вот эти уже, видите, уже... Какой сгиб наметился. Это все достаточно быстро произошло. Я очень удивился, что так быстро. Ну, и тут парочка гномов. Гномы, вот, мятежный звездный истребитель дедушкино сердце, видите, уже с помидорами. Только высадили. Вот два кустика, один в теплице посадил. И вот тут такое ощущение, что с листьями не так. Но вроде как сказали, что это его сортовая особенность. И с ним все в порядке. Вот. Тут тоже два гнома посажено. Они, конечно, переросшие, но тут уже какие есть. А это все сорта тепличные. Ну, сейчас будем закрывать уже пленкой. Не знаю, может одним слоем, может двумя. Но вот скоро будут заморозки до минус двух, может быть. Посмотрим. Не, ну, до минус одного, минус двух должно простоять закрытым. Ну, сейчас будем закрывать пленкой. Вот они переночевали под пленкой, под двойной. Ну, не пленка, а вот так вот материал белый, пористый, дышащий. Переночевали. Все, которые были лежачи, как видите, вон поднялись. Помните, были прям вот лежали, валялись. А теперь вон все стоячие. Все стоячие лежачих не осталось. Видите, вот эта рассада прям самая то, что надо, потому что она уже собирается. Ну, с бутонами она. В общем, да, она с бутонами. Видите, тут еще кусочки грунта остались. Поднялись, лежали. Клубника позеленела. Вот. Ну, видите, а с той стороны они не лежали. Не лежали практически. Все вон так же стоят, стоячие. Пока палки не делаю, так как заморозки, возможно, еще вероятность такая есть. Так что придется еще их укрывать на ночь обязательно. Вот. Вот так. Я даже еще не учитывал, какие у меня сорта здесь посажены. Просто брал куски, которые получше. Вот. И сажал. Сейчас надо будет учитывать, записывать, что за сорта тут посажены. А сейчас, вон, видите, шмели подлетают. Но тут нечего опылять, потому что тут практически ничего еще не цветет. Надеюсь, что сегодня не будет дождя. Хотя, вон, с той стороны, видите, набегают облака такие, закрывает солнце. Ну, а с той стороны, вон, голубое небо, поют птицы. Надеюсь, дождя не будет. Пойду обрабатывать следующие грядки. Могу показать, как вот эти выглядели, потому что процесс обработки получается очень долгий. Необработанные грядки под помидоры у меня выглядят вот так. Здесь успел только с боков немножко пройтись. Видите? Такой тяпкой срезалкой специальной. Вот здесь еще до конца не успел пройти. И вот с той стороны тоже не успел. Но вот пришлось подукрыть часть томатов для открытого грунта, гномов, которые выше, чем не гномы. Потому что они у меня тут по боковым грядкам стояли. А по боковым грядкам у меня посеяна сортовая свекла. Она еще не взошла. И если бы там стояли вот эти всякие гномы по бокам и не гномы, то они бы и шанса не имели взойти. Вот так вроде нормально все. Сейчас дальше покажу. Теплиц, как выглядят. В теплиц посадил единственного гнома. Потому что он из серии истребителей. Потому что он завязывал помидоров. Выглядит страшненько. Но посмотрите на нем уже видите помидоры. Помидоры висят. Не хочет фокусироваться. Уже завязываются на нем помидоры. Да, он около метра в высоту должен быть. Но он единственный с помидорами здесь. Остальные пока еще не цветут. Видите, выглядят они пока вот такие. Вот пока что хиленькие. Пока что дохленькие. Надо их подкормить. Но подкормка еще не дозрела. Еще прохладно. Она только третий сутки стоит в бочке. Замачивается трава. Надо, кстати, сегодня еще будет травой. Прям вот с корнями. Со всем, что есть. Туда засыпать. Хочу сюда бактерий добавить. Вот у меня бочка для подкормок. Вчера туда добавил. О, видите. Процесс начался. Потихоньку. Я туда вчера слил остатки кефира. Чтобы бродить стало получше. Вот. Оно стало бродить получше. Уже будете пошли. Это хорошо. Значит, настой готовится. Еще туда добавлю сегодня бактерий. Ну, в общем, бактерий почвенных для удобрений. Еще добавлю туда бактерий. Ну, вот этих вот, сеную палочку. От всяких вредных заболеваний буду разбавлять. И полью. И вот те свои посаженные. Ну, поменьше просто концентрацию разбавлю. И полью свои вот те тепличные. Субтитры сделал DimaTorzok. Летний. Ну, конечно же. Продолжение следует...